Привет, меня зовут Ксения Вебер, я косметик и я автор блога на ютубе Ксения Вебер. Но сегодня я с огромной радостью приветствую вас на официальном ютуб-канале бренда Гильтек, а также в группе ВКонтакте. Всем привет! И рядом со мной Диана, это руководитель маркетингового отдела. Человек знающий, опытный и сегодня мы вместе с ней поговорим о летнем уходе. Да не просто о летнем уходе, а о уходе за кожей жирной. Именно жирная кожа чаще всего сильнее страдает летом, потому что она становится еще более жирной, появляются высыпания. Почему это происходит, мы обязательно сегодня поговорим. И мы подобрали для вас целый ассортимент ухода. Вот, капсула, полноценная. Полноценная капсула ухода. Сегодня будет все самое главное, новинки. И я думаю, Диана, что очень многие наши зрители и подписчики впервые сегодня в нашем эфире услышат об этих новинках. Мы их научим, как пользоваться, как применять, в чем особенности этих продуктов. Но! Это еще не все. Да, конечно, прекрасный ассортимент, новинки, все это остается. Но мы для вас приготовили летний замечательный подарок. Промокод на скидку в 30%. Такой беспрецедентной скидки, по-моему, еще не было. Это так. Записывайте промокод. Я буду в течение сегодняшнего стрима его периодически напоминать. Это промокод жирнаякожа30. Все пишется в одно слово без пробелов. Правильно? Да, все верно. Итак, Диана, спасибо за такую тему. Вот сразу видно, маркетолог. Самое актуальное, самое топовое, самое запрашиваемое. Потому что, на самом деле, тема расширенных пор, тема жирной кожи и высыпания летом действительно бьет все рекорды. Да, Ксения, я все о своем наболевшем. Как и обладать жирной кожей. Вот, почему бы не рассказать про жирную кожу? Помимо того, что это такая наболевшая в косметологии комбинированная кожа, склонная к жирности даже, я прям очень люблю эту тему, поэтому очень хорошо ее знаю. Вот, и поэтому особенно рада сегодня представить себе новинки, потому что я сама, как человек с жирной кожей, долго-долго ждала. Да, я прекрасно понимаю эту проблему. У меня несколько другой тип кожи. У меня кожа сухая по уровню воды, но по уровню продукции себума, то есть кожаного жира, она у меня себопрофицитная. Я на самом деле летом тоже очень страдаю от отбыточной выработки кожного жира, поэтому я новинки с удовольствием попробовала и с удовольствием ими пользуюсь. Все секреты, как пользоваться правильно, чтобы не перегрузить кожу, чтобы получить только пользу, мы сегодня обязательно вам расскажем. Давай поговорим, Диана, вообще почему так происходит. Почему вот в такой вот лене период времени люди с жирной проблемной кожей страдают больше остальных? Ведь в миру бытует мнение, наши бабушки, например, так любили очень нам говорить, выйди на солнышко, все пройдет. На самом деле, как практикующий косметик, могу вам сказать, что в этом есть на самом деле доля правды. Потому что ультрафиолетовое излучение действительно разрушает ДНК некоторых бактерий. В общем, такой дезинфицирующий эффект. С одной стороны, да, он разрушает Си-акность, как его теперь называют ДНК, теперь Си. Это так, да. Такая сторона у ультрафиолета есть? Есть и обратная сторона. Что из положительного? Да, конечно. На самом деле солнышко, которое мы так ждем, мы так хотим понежиться в лучах солнца, оно наш враг, вернее, враг для нашей кожи, нежели чем друг. Во-первых, солнце – причина фотоповреждения кожи. Это причина старения номер один. То есть человек может существенно выглядеть старше своих лет, потому что он пренебрегает защитой от солнца. Все мы помним картинку дальнобойщиков в конце концов? Да, это точно. Но самое главное, что действительно чаще всего страдают от активного солнечного излучения люди с жирной проблемой кожи. Но действительно, солнце делает сибум, то есть кожный жир гуще. Он выходит из пор сложнее. Помимо всего этого, солнце – это стресс, повышенная температура. Сальные железы, в принципе, работают более интенсивно. Соответственно, вот эта вот более сильная нагрузка, она способствует тому, чтобы поры забивались быстрее. Кто-то неправильно в этот период отшелушивает кожу, не отшелушивает вообще, потому что, например, боится кислот. Мы сегодня предложим вам некислотную альтернативу из-за того, что керосиноциты омертвевшие накапливаются на поверхности кожи, в устье, также в фолликуле, в самом там же тоже эпителия отшелушивается. Все это накапливается, смешивается с кожным жиром, с косметическими средствами, неправильно подобранными, например, со средствами декоративной косметики. И все это забивает поры, и появляется прыщ. Да, все, например, так и работает. Поэтому мы сегодня с вами обсудим целую капсулу, и всем этим проблемам найдем решение. Я предлагаю начать с очищением, потому что мне очищение у гильтек очень нравится. Без правильного очищения нет решения этой проблемы. И я всегда вам говорю, и на своем канале, и когда в гостях бываю у гильтек, тоже всегда об этом напоминаю, что дело не в расхожей банальной фразе. Как вот театр начинается свешивать, так уход за кожей начинается, очищение. Это все замечательно. Есть один секрет ухода за жирной кожей. Что такое жирная кожа? Жирная кожа, помимо активности сальных желез, которая дана вам генетически, вы родились с такой активностью сальных желез, и едва ли можно на это как-то существенно повлиять, если только не медикаментозно. Но себациты, они вообще, ребята, очень пугливые. Они очень подвержены стрессу. На себаците есть рецепторы, чувствительные гормоны кортизола. Все, что для себацита стресс, все, он бедный, а что он может делать, как ему его защитить? Больше кожного жира вырабатывать. Солнце светит, стресс, значит, надо больше кожного жира вырабатывать. Понервничали, действительно, буквально в смысле слова, стресс, значит, надо жир вырабатывать. В любой непонятной ситуации жир. Жир, да. И нам надо себацит успокоить. Нам нужно им объяснить, что и сказать, дорогой товарищ, мы помним о тебе, мы знаем о тебе, мы заботимся о тебе. Все в порядке, успокойся. И начинается вот такое вот антистресс воздействие на кожу. С правильного, очень мягкого очищения. Очень многие обладатели жирной кожи, особенно в летний период, и давай ее споблить, чтобы она прямо до скрепела, вот такая была очищена. Чем более деликатно и чем более мягко вы будете очищать вашу кожу, тем более благодарно она будет реагировать на этот уход. И тем больше себума, то есть кожного жира она будет продуцировать. Вот помяните мое слово, уже очень многие обладатели жирной проблемной кожи, которые послушали моего совета и перешли на деликатное очищение, заметили результаты только от одного очищения. Диана, а какое у нас сегодня будет очищение? Да, я сразу БА на выбор предложила. Да, да. Вот они. Да, это не все наши на самом деле средства для очищения, но на самом деле самые популярные. Тут есть два варианта, зависит от того, какая форма вам больше нравится. Потому что одни люди привыкли умываться в пенку, она им нравится больше, а другим людям, например, больше нравится гель. Да. Вот, и поэтому здесь тоже стоят два средства на выбор, один из которых мусс с витамином С. Вот, и он здесь тоже не просто так, во-первых, потому что витамин С является хорошим антиоксидантом, во-вторых, потому что он пахнет действительно по-ледему. Это одно из немногих средств гель-тека с одушкой, на одном, конечно, минимальном масштабе, но действительно с утра летом совершенно прекрасное очищение. Помимо того, что оно мягкое, и все наши средства, как, наверное, вы уже знаете, да, они без каких-то агрессивных ПАВов, то есть поверхностно активных веществ. Вот, и в основе своей зачастую содержит кока-глюкосит, это мягкий ПАВ, который как раз-таки не очищает кожу до скрипа, а наоборот мягко и щадяще, да, удаляет излишки кожного себума. Ну, в целом, там грязи, пыли, каких-то балластных веществ, которым свавили в воздухе. Вот, и второе средство – это гель очищающий уже излюбленный, всем многолетний, бестселлер. Да, это совершенно универсальное средство. Кстати, оно здесь представлено во флаконе 100 грамм. Это очередная прекрасная история, как мы повелись на мальвы и просьбы наших подписчиков о том, что прекрасный гель очищающий, ребята, но сделайте так, чтобы можно было взять вручную кладь. Мы сделали так, чтобы можно было взять вручную кладь. Теперь гель очищающего кокаивается в более маленьком флакончике, но зато вас с ним легко пропустят в самолет. Конечно, очень подкупает клиента ориентированность бренда Гильтек. И именно по этой причине бренд Гильтек, напоминаю вам, приготовил подарок. В виде 30-процентной скидки по промокоду жирная кожа 30. Пишется слитно, без пробелов, без нижних подчеркиваний. И будет эта скидка действовать в течение трех дней после нашего стрима. То есть получается до понедельника. До понедельника. То есть не включительно. То есть в пятницу, субботу и воскресенье. То есть в воскресенье вечером, когда это превращается в тыкву, скидка сгорает. Конечно, вы можете в качестве компенсации пройти ко мне на канал и найти там у меня скидку. Но она будет меньше, гораздо меньше, нежели чем ту, которую мы предлагаем вам сегодня. Поэтому еще раз, жирная кожа 30, как тема нашего стрима. И 30 это сумма скидки, которую вы получите. Скидка распространяется на все товары, которые мы сегодня будем показывать. Да, все, которые сидят вот на этом столе перед вами и перед нами. Тебе какое больше нравится очищающие средства? Я люблю больше на самом деле гель. Но иногда у меня бывает такое настроение, ну какое-то летнее весеннее, что хочется прямо вот иметься пенкой. Вот, поэтому у меня есть и то, и другое дома. Но и то, и другое средство очень деликатное. То есть они, по сути, отличаются форматом. Здесь пену вам выдает дозатор. Здесь гель, он слабо пенщийся. Такой у меня есть и мужская версия, кстати, этого геля. И вот такая вот классическая. Я с удовольствием и пользуюсь. Это мой любимый гель для очищения, для утреннего умывания. Это очень совершенно. И, кстати, после гидрофинного масла, если вечером вы очищаете после 2 этапа, он тоже прекрасно походит. То есть, несмотря на то, что агрессивные вот эти вот шарки пены, он не дает, естественно, потому что он окок и глюкозиде. Поэтому здесь выбирайте по тому формату, который вам ближе. Может быть, вы действительно поедете в отпуск, тогда вот вам миниатюра и вопрос решённый. Кстати, хотела добавить ещё один важный момент, на самом деле, про очищающие средства. Я это заметила как раз, когда тестировала наше гидрофильное масло, которое выйдет через 2 недельки. О-о-о! Да. В общем, в очищающем средстве также очень важно количество, которое вы выдавливаете на лицо. Особенно, если у вас жирная кожа. Потому что, если вы выдавливаете слишком много пены, либо геля, и вот так начинаете долго-долго выжёкать большое количество палок, вне зависимости от того, какие они будут мягкие, в конце, когда вы смоете средство, всё равно вы чувствуете небольшую стянтость. Поэтому всё хорошо в меру. Например, геля очищающего достаточно одного-полутора нажатий на такое лицо, как у меня, и на часть шеи. Вот, судя по опыту моему. И, соответственно, пен хватает тоже одного нажатия вполне для того, чтобы очистить кожу и при этом не пересушить. Не нужно нажимать 4-5 раз, потому что это всё равно в итоге из-за длительного контакта с палом может вызвать некоторое чувство стянутости. Ну, вообще не нужно злоупотреблять очищающими средствами никакими. Вот гидрофильное масло выйдет, мы о нём потом поговорим, но вот сразу заранее забегаясь, скажу, не нужно делать по нему масштабничное дело. Также здесь не нужно усердствовать. Всё сделано для того, чтобы мягко, деликатно и тщательно очищать кожу без лишних усилий. Ну что же, я думаю, что с очищением всё понятно. Мы доказали, я думаю, показали, например, что мы действительно предлагаем хорошие очищающие продукты. Я, кстати, с удовольствием буду зачитывать ваши вопросы, которые вы будете задавать как в ВКонтакте, так и на Ютюбе. Прямо в прямом эфире буду на них отвечать. Поэтому, пожалуйста, задавайте любые вопросы, которые вас беспокоят, волнуют. Мы очень развернуто на них ответим. Безусловно, для этого мы здесь в прямом эфире собрались. А мы подходим к новинке. Я про этот продукт ещё на своём канале не говорила, но обязательно буду. И я очень рада, что у меня сегодня есть возможность сделать это здесь, поговорить о нём. Потому что это новый тоник, который называется Себабаланс. И Диана нам сейчас расскажет, в чём секрет этого тоника. Потому что он может отличаться существенно от того, чем вы пользовались ранее. Так и есть, на самом деле. Он действительно отличается, хотя бы по внешнему виду. Если вы обратите внимание, то он не совсем, так сказать, вписывается в линейку биофлаконов. Он специально сделан в прозрачном флаконе. Вот почему. Потому что на самом деле тоник двух фаз. Здесь на дне, на дне вся соль, как бабушка говорила про суп. Вот. А на дне всякий ингредиент. Поэтому перед употреблением нужно его взболтать. Вот. Соответственно, взболтать обязательно. Обязательно нужно сверху вниз. Вот так вот. Ещё, естественно, есть, кроме я имею в виду матирования здесь сейчас. У него сиборегулирующий комплекс в составе, который будет, как профилактическое средство, давать сиборегуляцию. Что в составе? В составе матирующий ингредиент Эвермат. Довольно популярный в составе ЦИК-ПЦА. И, собственно, вот всё, что мы размешиваем на дне, это коламин. Да, хороший ингредиент для жирной и проблемной кожи. На самом деле, сибобаланс сегодня ещё будет звучать в названии другого нашего продукта. И как раз-таки объединяет этот ингредиент коламин, который является помимо абсорбирующим ингредиентом, ещё и хорошим противовоспалительным ингредиентом. Да, действительно. И, кстати, именно он придаёт этот оттенок тонику, потому что он такого красноватого цвета. И этот тоник абсолютно жидкий, он не вязкий, он не липкий. То есть это вот то средство, которое вам нравится, потому что очень многие, особенно летом, не любят, чтобы что-то оставляло чувство липкости. По аромату сразу же вас ориентирую. В моём представлении, он не пахнет ничем. То есть едва-ледва какая-то слышится отдушка, но я бы сказала, что в общем-то он не пахнет ничем. Это так. Ну, по крайней мере, на тестах мы спрашивали про запах, и вот на тестировании люди сказали, что не пахнет ничем. Но я не буду говорить, чем он пахнет, потому что я знаю, как пахнут ингредиенты. Вот это будет маленькая честность. Сюда, кстати, ещё входит экстракт гомомелиса. Экстракт гомомелиса хорош для жирной кожи, он успокаивает, он также действует на воспаление. И здесь мы найдём с вами депантенол. Для того, чтобы кожу регенерировать, витамин В5, я думаю, все вы его знаете, потому что кожа жирная нуждается в бережном уходе, нуждается в регенерации. У тоника объём, сразу же озвучиваю, 150 мл, то есть, может быть, вам на экране покажется, что очень компактный этот тоник. Нет, 150 мл, это достаточный объём, и при учёте его текстуры и расхода, я думаю, что хватит его на всё лето совершенно спокойно. Да, при том, что вы будете, скорее всего, его использовать в первой половине дня, потому что на ночь матирование, в принципе, не очень нужно. А днём как раз-таки это то действие, которое мы ждём от матирующего средства. Поэтому при расходе дневном, вот, его хватает в целом на 4-5 месяцев. Да, а можно два раза в день использовать, и утром, и вечером, или лучше по вечерам? Да, можно, если утром. На самом деле, я просто любитель по вечерам использовать что-то более активное, например, салицилового чё, на котором мы сегодня расскажем. Вот, поэтому, ну, и вечером, мне кажется, что не очень логично использовать именно матирующие какие-то агенты. Если мы хотим использовать его с точки зрения именно профилактического ухода, то, в принципе, почему бы нет никаких ингредиентов, которые нельзя было бы там наносить на ночь, в нём нет. Я даже думаю, что особо нет ингредиентов, которые нельзя было бы наносить, скажем, на мою кожу, на сухую, на пропрофицитную, на тонкую. Потому что он никаким агрессивным действием не обладает. Он немножко вяжет, он матирует, но не путём подсушивания, не путём иссушения кожи, потому что вот она становится как пергамент, и за счёт этого мы добиваемся. Нет, то есть там действительно мягкое себорегулирующее действие, которое имеет накопительный эффект. То есть чем дольше вы будете пользоваться этим продуктом, тем более явным будет результат. Никакого спирта, ни в коем случае, потому что в очень многих тониках на рынке даже профессиональных марок, ну, например, для Рошпозе и Фоклар, да, прекрасная линейка, но спирт в тонике, и открываешь этот тоник, а он как будто бутылку водки, я открыла, извините за сравнение. Это так. Не нужно это для жирной кожи, ни для какой вообще это кожи не нужно, это такой улсульный приём, что спирт, испаряясь, в-первых, дарит ощущение прохлады и комфорта на коже, он обезжиривает кожу, естественно, спирт-растворитель, и за счёт вот этого эффекта кратковременно сужает поры. Вы думаете, вот оно, наконец-то, а это, во-первых, иллюзия эффекта, а во-вторых, это вредно, это вредит микробиому, это вредит нормальным варьерам, поэтому, раз уж мы сегодня такой обучающий стрим проводим, помимо мягкого ощущения за кожей, пожалуйста, чтобы в тониках, которые вы используете, вот как в данном случае, не было никакого спирта, только мягкие компоненты. А про цинк, если говорить, у нас цинк встретится ещё в нескольких продуктах. На самом деле, у нас есть любимые компоненты, которые хорошо, во-первых, изучены, а во-вторых, они действительно как-то работают на жирной и проблемной коже, но и на комбинированной, естественно. Вот, и, как вы уже сказали, гомомилиз и цинк мы прям обожаем, на самом деле. Цинк, на самом деле, нужно обожать. У нас, например, будут средства, даже где он в двух формах представлен. Цинк участвует в очень важных процессах кожи. Он ингибирует, блокирует выработку, если хотите, 5-альфа-редуктазы. А у людей с АКНЕ часто, как раз-таки по исследованиям, дефицит цинка в 80% случаев. То есть, достаточно большая статистика. Некому подавлять это 5-альфа-редуктазу, поэтому использовать цинк топически наружно, это действительно очень эффективно. Помимо всего прочего, он действительно сдерживает выработку конного жира, но и эффект антиакны, за счёт вот этого свойства ингибировать пати-альфа-редуктазу, он имеет. Поэтому это действительно очень правильный ингредиент в уходе за жирной проблемной кожей. Ну что, я напоминаю вам промокод «ЖИРНАЯ КОЖА 30». В одно слово, без пробелов, без нижнего подчёркивания, который даст вам скидку 30% до воскресенья вечера на весь ассортимент, который мы представляем в эфире. Ассортимент действительно большой. По сути, это готовая капсула, которой вы уже можете пользоваться. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, как на YouTube, так и ВКонтакте. Я с удовольствием отвечу вместе с Дианой на все ваши вопросы прямо в прямом эфире. Не упускайте, какую возможность получить грамотную консультацию. Но мы переходим к следующему продукту. Что мы наносим после тоника? Это вообще, на самом деле, хит лета, мне кажется, для всех жирнокожих людей. Вот и он. Это матирующий флюид. На самом деле, интересный продукт с точки зрения своего состава и с точки зрения своего действия. Он похож, как я уже рассказывала, про тоник по своему эффекту. Потому что помимо матирующих здесь и сейчас, вот жирная кожа действительно летом обычно следует от того, что она лично блестит. И просто из моих подростковых каких-то воспоминаний я помню, что я все время хотела заматировать свою кожу. Вот. И как раз помимо матирующих здесь и сейчас, есть профилактическое себорегулирование и как раз и влияние на воспаление. То есть противовоспалительный эффект. То есть это не просто какое-то декоративное средство, которое мы там нанесли на кожу для того, чтобы она не блестела. Это средство, которое при этом еще будет подлечивать кожу. Да. И облегчать ее страдания. Да. И здесь как раз-таки две формы цинка, о которых мы говорим. Сюда входит салициловая кислота. Посмотрите, пожалуйста, я надеюсь, вам видно. Я демонстрирую текстуру. Это легкий-легкий крем. И это, по сути, средство одного этапа. То есть потом на этот флюид вы уже будете наносить солнцезащитный крем, о котором мы с вами поговорим чуть позже. Вот продукт легкий, флюидообразный. Вы наносите его на кожу, и через какое-то время он становится практически матовым и делает кожу матовой. Но чем это средство уникально? Оно не работает как маскирующее средство в моменте и только. Оно дает пролонгированный эффект. То есть опять же, чем дольше вы им будете пользоваться, тем лучше вы заметите эффект, тем быстрее вы заметите эффект, что кожа сама по себе перестаёт быть такой жирной за счёт вот этих вот мягких, в том числе природных себорегуляторов, которые сюда входят. Да, ну и кроме того, там ещё есть неоцинамид в хорошей концентрации. 3%. И всё ещё любимый гомомилиз, поэтому, да, как мы и сказали, помимо матирования, это хорошее именно парфиоактивное средство. Кроме того, там ещё есть экстракт фукс, солодки. Солодка – это же вообще очень популярный ингредиент в плане экстракта. Да, она из пост-акне очень хорошо работает. Из пост-акне, да, у неё есть хорошо доказанное, хорошо изученное осветляющее средство. И финиш, она засохнет, и у нас есть салфеточка. В студии я хочу сделать тест на липкость. Какая-нибудь просто вот... Салфетка бумажная. Бумажная салфеточка. Мы ищем. Да, мы ищем пока салфетка. А вот он уже практически салматовый. Хочу просто продемонстрировать, да, что совершенно средство не липкое. И не оставлять никакого жирного бледа, а наоборот. Совершенно. Совершенно, да. Совершенно не оставляет никакого жирного блеска. Мы этот флюид наносим в небольшом количестве, под глаза не наносим. Под глаза не наносим, да. На шею, наверное, спасибо большое, на декольте тоже нет большого смысла носить. На самом деле, если есть какая-то проблема на шее, на декольте с тем, что есть, например, поспаление, и не хочется каких-то очень активных средств, то на шею декольте тоже можно носить. Вот, в плане именно противовоспалительного и лечебного компонента. Вот, то есть ничего не липло. Немножко на мысль, ничего страшного. Да, всё отваливается, всё очень матово. Вообще сухоз совершенно, да. При этом такое интересное ощущение, как будто бы он немножко вяжет этот флюид. Интересно очень. А так работают микроспонжи, на самом деле. Заматировать, это матчат микроспонжи, которые как раз абсорбируют кожное сало и не дают ему, во-первых, сгущаться, во-вторых, обитать на коже какое-то время. На самом деле, не какое-то время у нас есть данные потребительских исследований, а от 3 до 5 часов он матирует. Я как раз хотела спросить, да. В зависимости от уровня сибопродукции, потому что всё равно, как бы мы не говорили про разные типы сибопродукции кожи, у всех, когда уже на кожу в день, она всё равно будет отречатана между собой. Вещь достаточно индивидуальная. На очень жирной коже он держит матерные 3 часа, на комбинированной склонной жирности больше около 5. И мы можем сразу же на этот флюид уже наносить защиту от солнца? Да. Если речь идёт о выходе на улицу. А мы можем его и днём и вечером использовать? Да, конечно. То есть, если кожа очень жирная, труднопористая, проблемная, можем и днём и вечером. Есть какие-то противопоказания к использованию? Нет никаких противопоказаний, тем более, что это не ретинол никакой. Поэтому средство абсолютно безопасное, в плане того, что оно содержит те ингредиенты, которые не являются ни фотосенсибилизаторами, ни каким-то раздражающим потенциалом не обладают. Поэтому просто профилактическое средство, которое классным, приятным бонусом даёт к мокированию. А вот интересный вопрос с YouTube поступил. Где средства, которые мы показываем, они предназначаются только для проблемной кожи, для возрастной не подойдут? И, кстати, те средства, которые мы сегодня показываем, они как раз-таки направлены, как и все средства Дельтека, на решение какой-то проблем. Поэтому если у вас возрастная кожа, такое-то, что часто встречается, которая является всем профицитной, то вполне да, почему нет. Это тоже, на самом деле, достаточно распространённая проблема. Поэтому здесь вам нужно будет собрать ваш уход как конструктор, исходя из вашего типа и состояния кожи. Я всегда объясняю это так. Тип кожи – это то, что дано нам природой. Это величина постоянная. То есть это что-то экстраврадикальное должно для человека произойти, какие-то болезни, не дай бог, медикаментозные лечения, чтобы тип кожи поменялся. Тип кожи, как правило, величина постоянная на протяжении всей жизни. Даже у обладателей жирной кожи, она всё равно, в принципе, остаётся жирной. Вот, например, у женщин даже после менопауз. То есть кожа резко, вот так тип свой не меняет. При этом у нас есть величина переменная. Вот величина переменная, например, в том числе это может быть и жирность. Жирная кожа, любая жирная кожа, обладатель жирной кожи заметит, что зимой она становится всё равно поменьше жирной. Это всё равно. А летом более жирная. И, может быть, вы как раз являетесь обладателем такого состояния. То есть тогда летом в качестве дневного ухода за зрелой кожей вы для себя берёте очищающий вуз с витамином С. Это для зрелой кожи прекрасно. Вы берёте для себя тоник, который будет оказывать вяжущие противовоспалительные сиборегулирующие действия. Вы берёте для себя матирующий ливид. Вот я составлю вот так вот, чтобы наглядно понятно, как в этом делаем. Между тоник, да? Да, тоник и защита от солнца, потому что уход за зрелой кожей без защиты от солнца невозможен. Это бесполезно, чтобы вы не использовали. А в вечернем уходе, если, например, мы говорим о протоколе ухода за жирной кожей, во-первых, вам потребуется маска пектиновая, которую мы покажем чуть дальше в нашем стриме. Вы можете использовать сыворотку 3D-увражнения, например, с гиалуроновой кислотой. Вы можете использовать сыворотку «Миорелакс» в качестве вечернего ухода. Вы можете использовать сыворотку с витамином С, с «Энерджи», она называется. Да, то есть, посмотрите, у бренда «Гидер» есть набор миниатюр с возрастной кожей. Там туда входит топ сыворотки. В наборе 5 мл каждой сыворотки. И вы можете, например, в вечернем уходе попробовать эти сыворотки и подобрать то, которое вам подойдёт дольше. Больше, простите. А закрыть кремом на ночь можно либо кремом с циамидами, например. Да, если кожа требует восстановления эпидермального барьера обязательно. Какой ещё для возрастной кожи мы можем добавлять на крем? На чём деле поплотнее, если можно продавать апельсин. Он начинается массажем, скоро он называется «Миллярный крем». Снеконечка. Да, наконец-то упоминовали его. Он более плотный, чем нашоглазняющий крем ночной, но не с всем. Устроили у нас есть что-то? Сой нет. С протеином шелка, вот здесь как раз на человеке, с гидрозированным шелком, а сой пока нет. Более уже блир к сентябрю, конечно, ретинол. Да вы даже сейчас можете. 0,25 можно использовать сейчас. Да, если использовать ретинер СПС. Абсолютно. То есть вот вам капсула ухода за жирной, но зрелой кожей. То есть тогда просто вы возьмёте не всё из этого ухода, а вечерний уход будет у вас другим. Те позиции, которые можете взять, я вам вызвала, и присмотрите с миниатюром, потому что Вильтеку очень хороший сет и миниатюр, особенно если вы ссидаетесь в отпуск. Мы возвращаемся к теме нашего разговора, говорим про жирную проблемную кожу. Напоминаю промо-код жирная кожа 30 без пробелов, без нижнего подчёркивания, который будет действовать в течение трёх дней после того, как выйдет этот стрим. Потом, к сожалению, такого шикарного предложения уже не будет. Итак, мы не слим атирующих линиев. Теперь нам нужен солнцезащит. Конечно же, мультипротектор. Наверное, надо его в пёдок поставить. Ну, на самом деле, не знаю, что ещё о нём добавить. Это совершенно тоже дюбленный продукт, абсолютно вид продаж наш летом. СВФ 50+, без масел, не комедогенный, не жирный, не липкий, не выбеливающий. Коротко, это факт вот так. Видов излучения. И от излучения типа А, и от излучения типа Б. Вот я сейчас наношу на свою руку то количество, которое вам нужно будет нанести на лицо. Да, вот так вот много. Потому что, если вы хотите полноценную защиту от солнца, тонким слоем не подходит. Хотя, здесь в этом креме комбинация стабильных современных химических фильтров, например, Тиносорб-С, с фильтров более раннего поколения, но абсолютно безопасных и в одобренной пропорции. Сюда входит нанодиоксид цинка, титана всё-таки, да, титана. То есть комбинация физических и химических фильтров. Вот я наношу его на кожу. Причём я наношу его на матирующий флюид. Да, вы помните, что у меня здесь был нанесён матирующий флюид. Вот мы сейчас видим, сейчас он впитается чуть-чуть, ведь я тоже проведу тест, что он стал практически матовым. То есть никакого блеска, лоска, я надеюсь, это видно, он не оставляет. Запах у него нейтральный, практически отсутствующий. Он не выбеливает. То есть вот можно сравнить две руки. И здесь у нас защита, как я уже сказала, от полного спектра. Если вы в городской среде находитесь, скажем так, то есть вы в городе, и у вас стандартная жизнь городского жителя, офис, дом, дом, офис, ну и какие-то вечерние или выходные прогулки, вообще по уму его даже можно и не обновлять. Потому что современные фильтры, они очень стабильные, они живучие. И поэтому, если вы всё время находитесь в помещении, только иногда выходите там на обед или с работы. в офисе. Ну, например, стандартная жизнь офисного сотрудника, когда ты вышел там раз в несколько часов на улицу, вот, и всё остальное время ты в основном сидишь в офисе. Вполне себе, да. Да. Но если вы едете куда-то на пляж, или куда-то в горы, то это 100% обновлять каждые два часа. Потому что солнце там гораздо активнее, чем в городской среде, и при этом вы постоянно пребываете на солнце. Поэтому обновлять всё-таки стоит. И отдельная история про то, сколько нужно наносить, ещё раз на всякий случай. Недавно мы с нашим косметологом Ирой Егоровой очень сильно заспорили. Она очень не любит вот эту метафору с двумя пальцами. Она говорит, это слишком много, у всех разные пальцы. И я, с одной стороны, с ней согласна, но, с другой стороны, мне казалось, что это наиболее понятное сравнение. И, в общем, мы с ней спорили в нашем рабочем чате на протяжении 40 минут, сколько наносить. Она говорит, нужна четверть чайной ложки. Я говорю, это же то же самое. Она говорит, нет, два пальца это больше. Всё дошло до того, что я встала, записала видео, как я наношу на два пальца эспек, а потом чайная ложка и его собираю. Так вот, на самом деле, если вы не знаете, сколько мультипротектора конкретно наносить, то вы можете спокойно вот эту вот линейку, которую выдаёт дозатор, вот так, ой, это я слишком мало делаю, вот так нанести. И если вы возьмёте чайную ложку и соберёте чайную ложку, то это будет ровно четверть чайной ложки. То есть, это количество вы нанесёте на лицо. У нас следующие вопросы. Можно ли матирующий флюид использовать при розации? Акне тоже есть. Да, можно. Никакого-то потенциального действия раздражащего, как я уже сказала, у матирующего флюида нет. Наоборот, он будет успокаивать кожу. И я не скажу, что он будет работать как терапевтическое средство для розации, но хотя бы он поработает с акне и умеет красноту. Да, у бренда Гильтек есть сыворотка антикупероз. Вы можете её использовать. Кроме того, механизмы и очень многие ингредиенты, которые используются для лечения акне или поддержания ремиссии акне, они используются для таких же целей и при розации. Поэтому вы здесь совершенно пойдёте в точку. Розация не любит окклюзии, розация не любит жирных кремов, поэтому всё, что лёгкое, всё, что матирует, это для вас. А вот здесь, видимо, из ВКонтакте человек присоединился недавно, он спрашивает, как средство по текстуре, что-то полегче бы. Куда уж легче, уже легче нет. Я сегодня вам и тесты показываю, что легче не бывает. Наношу всё на свою руку и показываю вам в эфире. То есть, легче не бывает. То есть, мы сегодня стараемся подобрать действительно капсулу, которая подойдёт даже для очень жирной кожи. Напоминаю, промокод жирная кожа 30. То есть, вы слушаете, записываете, фиксируете, запись стрима сохранится, потом переслушаете наши рекомендации. Но, то, что мы сегодня предлагаем ассортимент даже для кожи очень жирный, это абсолютно так, даже в этом не сомневайтесь. То есть, здесь легче не бывает. Крем от солнца, он универсальный, он подойдёт и коже очень сухой, и коже очень жирной, потому что у него абсолютно нейтральный финиш, вот он совершенно не лоснится. Просто обладатели сухой кожи будут наносить на него, ну, например, под него сыворотку 3D-уложную. Сыворотку либо интенсив-омоложение, они на самом деле похожи на эту текстуре. Умолаживающий уход. SPF 50 без масел, что очень ценно для любой на самом деле кожи и для жирной тоже. Получается, что мы с дневным уходом в общем-то разобрались. Можем переходить к вечерним процедурам. Наконец-то мы перейдём к вечерним процедурам. Вечерние процедуры у нас такие же. Мы должны будем очистить кожу. Вы можете, например, поступить таким образом, если вам так удобнее. Утром у вас будет пенка для умывания, а на вечер вы оставите гель, например, и так можно. А можно выбрать только одно средство, которое для вас будет и в утреннем уходе эффективно, и в вечернем. Вы умылись, это мы оставляем за кадром. Маленькая ремарочка, что если вы используете макияж, то процедура для макияжа должна приходить на место до очищения основного. Предшествовать, конечно. Да, предшествовать. И используйте, например, на молочном для снятия макияжа, либо гидрофильное масло, которое вот-вот появится. Потому что наши средства, они мягкие, и они не смоют какой-то стойкий макияж, и они не смоют плотный СПФ. И наш СПФ, в принципе, тоже лучше. Мы рекомендуем, по крайней мере, смывать гидрофильным маслом. Вот мы умылись, протерли лицо полотенцем. Что дальше делать? Одноразовым полотенцем. Или каким-то, которое вы стираете, например, каждый день для экологичности. Так, мы умылись, и можем использовать совершенно прекраснейшую новинку, долгожданную. Долгожданную. Где же я ее только не анонсировала? Мне кажется, уже везде каждый человек, кто подписан на наши соцсети, уже задал нам вопрос, ну когда же, когда же? Сейчас, друзья. Прямо сейчас. Салициловый лосьон двухпроцентный, без спирта, не мерзкий, не липкий, хорошо работающий. Он абсолютно жидкий, этот лосьон, то есть, это не густой гель, вот, абсолютно, вода водой. Запах, имеет характерный запах, вот если вы представляете, как пахнет таблетка аспирина, вот так вот он и пахнет. Кстати, да, про таблетку аспирину говоря, у кого аллергия на салицилаты, мы не используем никакие тоники салициловой кислоты. Ну, это логично. Есть некоторые ограничения, хотя это ограничение весьма условно по использованию продуктов салицилового, салициловой кислотой подобной концентрации, здесь у нас 2% в период беременности, но это ограничение весьма условно, потому что всё-таки нас интересуют гораздо большие концентрации салициловой кислоты, тогда она повреждает мембраны живых клеток, свободные нервные окончания, теоретически может иметь токсический эффект, но это действительно должны быть там пиленки 30% салициловой кислоты. В общем-то, любые, даже заграничные инстанции, FDA, не запрещают использование тоников и лосьонов с салициловой кислотой до 2% в домашнем использовании при любых состояниях. Как нам правильно использовать этот лосьон? На самом деле, самый лучший способ, это, здесь есть дозатор, если вы обратите внимание, обычно у нас на жидкостях и на тониках дозатор в виде спрея. Здесь мы специально сделали такой дозатор, гелевый. Поэтому, самый лучший способ его использования, это... На вашем диске? Нет, я их, наоборот, хотела сделать на пальцы, на руки, конечно же, удобнее, чтобы ни одна микрограммулька прекрасного средства не впиталась в этот диск и полностью доставилась на кожу. Под глаза не наносим, правильно? под глаза мы его не наносим. Можно на спину, обратите внимание, если у вас декольте, спина, там часто бывают высыпания, бывает на руках вот здесь вот высыпания, то есть все эти места вы протираете этим салициловым лосьоном. Если у вас кожа не проблемная, но есть, например, явления так называемой гусиной кожи, клубничной кожи, попросту говоря, фолликулита, вот эти вот красные... Фолликулярный гиперкератоз. Потому что избыточную кератинизацию салициловая кислота очень... Она кератолитик, естественно, она успешно снимает. И у нее есть все шансы, она жировостворима, попасть именно туда, где эти процессы происходят. Она не на поверхности кожи действует. Поэтому вот обратите внимание, это на самом деле гораздо более универсальный продукт, чем может показаться. И для людей с пигментацией, вот спрашивали у нас не так давно про зеленую кожу. Да, это тоже салициловая кислота, как кератолитик, она работает и с меланоцитами в том числе. Поэтому пользуйтесь. Салициловая кислота имеет очень большой полдействия. Не только антибактериальные и противомикробные, и антиакны. То есть там действительно широкое поле применения. Да, хочу еще сказать, что помимо салициловой кислоты в двухпроцентной доле, а это максимальная концентрация, разрешенная по закону, для средств для лица, есть еще ограничения по использованию средств для кожи головы, там 3%, но для лица это 2%. Помимо салициловой кислоты мы еще добавили совершенно прекрасный экстракт белой ивы, который является природным салицилатом. Поэтому фактическое содержание салициловой кислоты там все-таки больше, чем 2%, но при этом мы сделали все законно, добавив салициловой кислоты 2%. при этом там депантенол, который будет успокаивать кожу, и там есть еще Дмай, такой компонент довольно интересный, который будет давать немножечко даже антиэйдж-эффект. Да немножечко, а множечко, потому что дейнол один из немногих косметических ингредиентов, который действительно может эффективно бороться с дряблостью кожи. Поэтому, если, например, у вас возрастная, даже пусть тонкая, но не очень сухая, конечно, салициловая кислота она себе регулирует, там у нее маленький размер молекулы, она доходит прямо до сибацита, вот до того самого стрессированного товарища, про которого мы говорили в начале нашего стрима, поэтому, если кожа очень сухая, конечно, салициловая кислота не ваш вариант, посмотрите другие виды отшелушивания в том числе. Так вот, салициловая кислота нам здесь друг и помощник в разных ситуациях. Еще сюда входит экстракт зеленого чая, в зеленом чай много катехинов, это прекрасный антиоксидант, и на рельеф кожи, кстати, согласно исследованиям, зеленый чай тоже действует прекрасно, поэтому и для зрелой проблемной кожи, и для более молодой кожи совершенно спокойно можно этот продукт использовать, просто замечательная новинка, кто переживал, что не может больше заказать за границей двухпроцентный, вы ноги переживали, тоник одного известного американского производителя, вот, пожалуйста, вам. И здесь, кстати, что мне очень нравится, нет спирта, при том, что тоник не жирный и не липкий, потому что, опять же, если мы говорим о тонике того небезызвестного американского производителя, по которому многие грустят, он жирненький такой, он на самом деле, это не вода такая водой. А все, на самом деле, тоники, я очень много перепробовала, именно и лосьонов, и тесатой, у них есть характерная черта, они липковаты, и на самом деле, с нашим салициловым осьеном произошел вообще очень интересный кейс. Мы, когда его разрабатывали, мы уже смирились, на самом деле, с тем фактом, что он будет немножко липковатым и, в принципе, не самым приятным в органолептике. Но перед выпуском мы решили, у нас же проводятся замены сырья и тестирования, и мы решили, что мы выпустим на рынок продукт уже на том сырье, которое нам доступно, и сделали альтернативную версию и протестировали. И мы, конечно, были в шоке, потому что салициловым осьеном альтернативном сырье стал менее липким, он стал более жидким, но при этом он также хорошо работал и испытал все те же заявленные свойства, что нас, конечно же, очень порадовало. Это большая редкость, на самом деле, потому что салициловая кислота, как я уже вам сказала, она жирорастворима, соответственно, у производителей есть какой выход? Растворить ее в этаноле, чтобы продукт не был таким липким и жирным. Ну, мы такие лосьоны с вами знаем, их на рынке очень много. И от бюджетных брендов, и даже знаменитый салициловый лосьон из аптеки, который можно купить в коричневом таком пузырьке. Спирт чистейший. А мы уже с вами сегодня поговорили, что ухаживать за кожей, жирной косметикой со спиртом, это, конечно, большой соблазн, но делать так не нужно. Вот в этом продукте нет никакого спирта, при этом он совершенно не жирный и не липкий. Такая большая редкость. Что мы будем наносить после этого лосьона? Так, после этого лосьона, на самом деле, я бы нанесла энзимную пектиновую маску. Да. Вот. Для чего? Для отшелушивания прекрасной своей кожи, плотной, жирной. Вот. Потому что, как вы все, наверное, уже знаете, если не знаете, то сейчас расскажу, энзимная пектиновая маска работает как очень-очень мягкий пилинг поверхностный. Вот. За счет содержания энзимов, которые как раз-таки растворяются вот эти вот... Корниодисмосомы. Это такие мостики, которые связывают корниоциты между собой. И... Снимают ее, и их с кожи. И кожа становится очень гладкой, и сама зимняя пектиновая маска, она, как я уже сказала, легкий поверхностный пилинг. Но! Если под нее нанести салициловый лосьон, который тоже, как мы уже обговорили, является достаточно хорошим гиротолитиком, то эффект, конечно, будет гораздо улучшен. Да. Тем более, что сюда входят энзимы. Энзимы – это белки. То есть вы должны понимать разницу между кислотами и энзимами. Энзимы – это белки. И действуют они только в пределах рогового слоя кожи. Живые клетки, например, они не трогают в отличие от кислот. Поэтому, как правило, косметику с энзимами, отшелушивание с энзимами может использовать человек даже с очень чувствительной кожей. Да, сюда входит кислота, и это кислота молочная. Молочная кислота является частью нашего натурального увлажняющего фактора. И в целом, эта кислота, да, безусловно, она способствует обновлению кожи, но она и увлажняет очень хорошо. И сюда у нас входит пектин. Вот что это за вещество такое пектин? Откуда оно? Я хотела добавить как раз-таки про молочную кислоту. У нас в зимной маске молочная кислота скорее наоборот является увлажнителем, потому что у нее в этом продукте концентрация 5%, и в такой концентрации она не будет оказывать мощное кислотеролитическое действие. Наоборот, она будет увлажнять, а энзимы будут работать на отшелушивание. Вкупе с аристофлексом тоже вот этот вот такой увлажняющий эффект. Что хочу сказать? Лайфхаб. Сейчас многие на своих дачных участках и имеют возможность ходить в баню, в сауну. Вот энзимы – это такие ребята, которые очень любят тепло, и под тепловым воздействием они работают лучше. Вы можете брать эту маску с собой в баню-сауну. То есть ни в коем случае, конечно, не сидеть там по полчаса, совсем немного нужно этой маски, чтобы подействовать, или дома такой тоже лайфхак. Вы можете закрыть лицо пищевой пленкой и подержать немножко горячее полотенце на лице, пока вот действует эта маска. Еще один лайфхак добавлю. Можно намазать маску и принимать горячую ванну. Да, да, да. Очень хорошо работает. Очень хорошо работает. У меня на канале в комментариях был отзыв один очень интересный. Девушка написала, что эта маска – это единственный продукт, который помог ей побороть милиумы. Просянка, вот эти белые точки. То есть действительно, это вообще один из моих самых любимых продуктов у Гильтека, если вы спросите про мои предпочтения. Я очень люблю эту маску, она была у меня не единожды. Это действительно палочка-выручалочка. Это своего рода тоже маска Золушки. Я очень люблю ее использовать вместе с маской как в удовольствие, потому что у меня кожа скорее дегидратированная, то есть уровень влаги пониже. А если говорить о коже жирной, то мы можем предложить такой вот ритуал очищения выходного дня. Да, я как раз хотела сказать, что я люблю ее использовать с новой маской Себа Баланс. Так. Да, на самом деле, это лайфхак, который мне подсказала Ира Егорова уже очень давно. Это использование энзимной маски, а после нее использование так называемой глиняной маски. На самом деле, мне кажется, что все обладатели жирной кожи так или иначе в своем инфополе, инфопузыре слышали такое выражение «Глиняная маска это лучшая маска для жирной кожи». Ну, на самом деле, это правда. И мы выпустили, значит, маску, но она не просто глиняная, да, она, во-первых, коалиновая, а во-вторых, она с коломином. Вот, тоже очень интересно. С тем же компонентом, который у нас ходит в Тоне. Да, на самом деле, и сам коломин достаточно интересный, и коалин в купе с бентаином хорошо работают на абсорбацию кожного сала. Так вот, история про, я называю это, на самом деле, домашняя чистка лица без косметолога и ковыряния, потому что, как бы ты не следил за своей кожей, если она у тебя плотная и действительно ее нужно часто отшелушивать, как бы, процедура у косметолога это, конечно, хорошо, но хочется как-то поддержать этот уход, например, межпроцедурный или наоборот, самому ухаживать за кожей так, чтобы не появлялось комедонов. Это не всегда получается. В какой-то момент ты ловишься на мысль, что ты едешь в лифте, смотришь в зеркало и уже хочешь что-то выдавить на лице. Вот, чтобы этого не происходило, что мы делаем? Мы делаем энзимную маску сначала на 15 минут либо под пленку, либо, как мы уже сказали, на 5 минуток в бане, либо в теплом душе, либо в теплой ванне, либо с теплым полотенцем. В общем, делаем что-нибудь, чтобы было тепло, энзимы успели поработать. Я не могу открыть ее. Делаем что-то, чтобы энзимы успели поработать на лице. Либо можно делать, например, массаж по ней. Тоже совершенно замечательный лайфхак, когда мы наносим энзимную маску и просто делаем по ней несколько минут массаж, а потом оставляем на лице. Она так тоже хорошо работает, как киратолитик и как легкий пилинг. А потом, когда у нас уже разрыхлилась кожа, когда уже у нас раскрылись, почистились поры, мы наносим порослуживающую маску, которая, соответственно, прикроет наши разрыхленные поры и подсушит наше воспаление, поработает как раз таки с себумом в перспективе. И когда мы смываем уже глиняную маску с лица, действительно, есть ощущение, как будто ты сделаешь звуковую чистку, и кожа, она уже гладенькая, у нее появляется вот этот вот глянец, сияние. В целом, выглядит очень ухоженно. Я полностью согласна. Посмотрите на текстуры. Гелевая маска это пектиновая маска. Накладывайте ее плотным слоем на лицо, то есть не тонким слоем. Лицо должно прямо блестеть. Маска порослуживающая, вот посмотрите, поскольку у нас там глина и бентонит, она имеет соответствующую текстуру. Но я бы сказала, что это тоже кремообразная текстура, и когда эта маска на коже застывает, она ни в коем случае не стягивает лицо. Она не вызывает вот этого неприятного чувства, жжения, которое бывает от масок очищающих. И эта маска как будто бы чуть-чуть еще охлаждает, есть у нее такой эффект. Да, есть действительно такой эффект. Но, еще, как на человек, который перепробовал, наверное, 8-10 разных глиняных масок разных профессиональных брендов, то, чего мы хотели добиться от этой маски, если вы когда-нибудь пользовались глиняными масками, наверняка знаете, что, когда вы оставляете ее на лице, она засыхает и образует такую вот маленькую пустыню на лице, то есть ее нужно постоянно орошать. И мы очень хотели добиться того, чтобы эта маска не высыхала на лице и не вытягивала драгоценную влагу. И поэтому наша маска, она не превращается в засохший бетон на лице. Да. И она вот такой примерно, но она чуть-чуть все равно подсыхает, естественно, набирает вязкость, но не иссыхает до состояния того, что на корке будет отваливаться. И ее можно не орошать в течение ее пребывания на лице, то есть в течение 15 минут, а просто ходить в ней и потом смыть. Маска немножко пахнет тимьяном. И эфирное масло тимьяна входит в состав этой маски. Тимьян обладает тоже вяжущим против раздражающим действия, против действия против раздражений. Обладает умеренным антибактериальным действием. То есть его используют для этих целей. Что ж, ой, как мне нравится запах. На самом деле запах очень приятный. Я хочу вам напомнить, дорогие друзья, что у нас действует скидка в течение трех дней после выхода этого стрима. Скидка по промокоду. Пожалуйста, запишите. Жара, жирная кожа, простите, 30. Жирная кожа 30. Слитно, без пробелов, без нижних подчеркиваний. Жирная кожа тема нашего эфира 30. Это 30% скидки, которую вы получите. Запомнить очень легко. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Воскресенье вечером эта скидка уже действовать не будет. Напоминаю, что я жду ваши вопросы и в Ютубе, и ВКонтакте. Те, кто смотрит нас ВКонтакте. И вот пришел вопрос. Можно ли эту ферментативную маску, маску с ферментами, с энзимами, очевидно, вы имеете в виду, в профессиональный уход перед чисткой или для косметолога другая маска есть? Я бы сказала после. Не перед чисткой, а после. Нет, нет, наоборот. Мы ее очень рекомендуем как раз таки использовать. Можно и после. Энзимную, про энзимную спрашиваешь. Правильно. Энзимную до, а вот эту после. Правильно, простите. После, да, как завершающий протокол. На самом деле, мы уже сделали протокол чистки лица, обновленный гильтековский протокол. И там, как раз, как я и говорю, и мануальная, и ультразвуковая чистка идут вот как. Мы берем савициллый лосьон и для улучшения как раз холодного гидрирования, холодного гидрирования это называется в косметологии, для улучшения этого гидрирования, для улучшения разрыхления сверху наносим как раз таки ферментированную маску под пленку на 15 минут. Да. И уже после этого делаем либо ультразвуковую чистку, либо мануальную чистку. И как завершающую, точнее, сейчас уже на самом деле в косметологии принято делать сначала порослуживающую маску, а потом уже успокаивающую. Как предпоследний этап чистки делать как раз таки порослуживающую маску. Мне вообще кажется, что вот этот вот дуэт это универсальный набор практически для любого типа кожи. Потому что даже если у человека кожа комбинированная, как мы ее называем, то есть с умеренной выработкой семума кожаного жира, например, он скажет мне не нужен матирующий флейт, в принципе, меня не беспокоит жирный блеск на лице, да и тоник, наверное, может быть, кто-то скажет не актуален. То вот этот вот набор, как такая чистка, мягкая, но эффективная выходного дня, он может быть актуален для любого типа состояния кожи, по сути, потому что очень многие сталкиваются с тем, что поры забиваются, все равно какое-то есть в них содержимое. И, например, полностью перейти на матирующий, такой себе регулирующий уход, это чересчур, а вот делать вот такие процедуры выходного дня, ну, может быть, еще с применением салицилового лосьона, это вообще для многих очень такой разумный выход из ситуации. То есть в обычные дни недели они будут использовать тот уход по типу и состоянию кожи, который подходит, да, а вот в качестве процедуры выходного дня, чтобы почистить поры, чтобы себе регулировать кожу, иметь противовоспалительный эффект тоже. У женщин в течение, например, цикла жирность кожи не одинаковая. Как правило, жирность кожи повышается к середине цикла. Например, если вы заметите, что именно в этот период вам хочется прибегнуть к этому трио, пожалуйста. То есть для вас это будет средство СОС и наоборот, кто-то захочет перед началом нового цикла, когда у кого-то высыпаний очень много в этот период. Кстати, про высыпание есть еще один очень интересный лайфхак к маске. На ночь, да? Да, на ночь. Я очень люблю так ее применять. Если есть какой-то активный, например, паплопастулезный элемент на лице, какой-то прыщ, просто говоря, то можно небольшое количество маски, ну, как соцсредство, использовать на воспаление на ночь. И с утра обязательно заметите, что воспаление либо оно совсем стало незаметным, либо если оно было каким-то крупным, то оно, по крайней мере, меньше болит и меньше выражено под цвет, меньше пигментировано. Давай еще раз тогда подытожим, исходя из того, что мы показали. Что мы делаем утром? Очищаемся. Помываемся, например, муссом или вот этим вот гелем. Здесь у вас два средства на выбор. Протираем лицо новым тоником Себа Баланс. Наносим матирующий флюид, он впитывается и наносим на все лицо, под глаза, на шею, на декольте, на ушные раковины, в общем, на все открытые солнцеучастки кожи, вот этот вот солнцезащитный продукт современный, вообще с комбинацией, а комбинация это всегда хорошо, солнцезащитных фильтров. Вот он, ваш утренний уход для кожи жирные проблемы. Что мы будем делать вечером? Тоже, чтобы вы эти этапы для себя зафиксировали. Но этот этап у нас остается, ему предшествует демакияж с помощью молочка или гидрофильного масла, который скоро появится на рынке. После того, как мы очистили лицо, мы наносим прямо даже не на ватный диск, а на руки, как Диана нам сегодня посоветовала, новый обшелушивающий лосьон салициловой кислотой. А дальше посмотрите, если все-таки жирная кожа, проблемная кожа это ваш приоритет, можно нанести и тот же самый матирующий флюид. Особенно это актуально для тех, кто утром просыпается, как жирный блинчик, клиентки говорят. Да, а летом особенно актуально, особенно если, например, на ночь открывать окна, если вы спите, например, в каком-то не слишком увлажненном месте, для чего, собственно, увлажнитель воздух оставится, если в комнате душно, то севопродукция за ночь она будет усиливаться. И с утра жирный блин на лице гарантирован, это так. Или же, если столько матирующих средств это перебор, ну, например, после этого салициолого лосьона можно использовать сыротку 3D-овлажнее. Там нет пептидов, поэтому никто с кислотами не конфликтует, а кремом закрыть, например, с цераминами или омолаживающим кремом с поапельсином. Либо, например, если есть какие-то активные формы воспалений, то поверх салициолого лосьона можно, например, использовать стоп-акны. Да, или вот, как мы выяснили сегодня, вот эту маску можно носить на ночь на отдельные элементы. А тогда вот эти вот две маски, которые мы вам показали, они будут у нас уходом интенсивного действия. Как мы делаем? Протираем лицо салициловым лосьоном. Это гель очищающий. Да, простите. Вот, да, салициловым лосьоном протираем лицо. Дальше наносим маску энзимно-пектиновую либо соло, либо под плёнку, под горячее полотенце, либо идём на 5 минут в сауну. После этого мы маску с лица снимаем и наносим маску поросуживающую. Держим тоже около 15 минут и смываем. То есть, вот как пользоваться той капсулой, которую мы сегодня вам предложили. У нас осталось совсем немного времени, поэтому мы будем рады ответить на ваши вопросы и в Ютубе, и в ВКонтакте. Пожалуйста, пользуйтесь моментом получить консультацию нашу в прямом эфире, потому что потом вы всё посмотрите записи. А, кстати, про консультации хочу напомнить как раз, потому что не каждый человек может понять, что ему нужно, не каждый человек может распознать какие-то признаки своей кожи. Поэтому, если вы находитесь в Москве, то обязательно приходите в наш центр диагностики кожи, на очную консультацию, где можно лечь на кушетку, вам посмотрят ваше лицо, умоют вас, увидят, какие у вас поры, подберут вам полностью индивидуально под вас уход. Либо же у нас есть функция онлайн-консультации, например, можно записаться через наш сайт, где точно так же вы созваниваете со специалистом, с нашим косметологом, где он так же смотрит на вас, даёт вам вопросы и помогает подобрать конкретно под вас вашу капсулу. Здесь мы, конечно, говорим о наиболее универсальных средствах, но если вы имеете какие-то особенности или хотите, чтобы вам помогли грамотные специалисты разобраться в том, что же необходимо вашей коже, то очень советую вам пройти такую консультацию. Вот очень хотят пользоваться вашей косметикой, но живут за рубежом. Можно ли там где-то купить? Смотря где, за рубежом, то есть я, насколько знаю, Валберес, например, работает в некоторых странах всё-таки в Беларуси, в Казахстане, там он его выставляет. Кроме того, в Казахстане, например, у нас есть партнёр, его зовут Айсуу, у них есть офлайн-магазины, например, по Казахстану, плюс у них есть сайт, в нашем сайте можно в разделе где купить, понять, где купить. Вот интересный вопрос. Салициловый лосьон можно использовать каждый день? Это, знаете, спорный момент на самом деле. У нас есть два мнения на эту тему. Если у вас какая-то суперчувствительная кожа и к ней даже прикасаться неприятно, то мы бы не рекомендовали часто использование салицилового лосьона. Если у вас та кожа, о которой мы говорим сегодня, это плотная, жирная кожа, то вы можете использовать салициловый лосьон каждый день, и всё будет хорошо. Ничего страшного с вами не случится. Я всегда рекомендую каждое кислотное новое средство, которое вы ещё не знаете, протестировать немножко. Что я имею в виду? Если это, например, салициловый лосьон, как в данном случае, и попробуйте наносить его сначала, начать с двух раз в неделю. То есть начинайте всегда с малого. И если вы поймёте, что ваша кожа его прекрасно переносит, вы видите тот эффект, который хотели бы видеть, вы можете использовать его действительно каждый вечер. Можно использовать хоть два раза в день, пожалуйста. Вопрос индивидуальный, поэтому тестируйте, налаживайте с кислотами ваши индивидуальные отношения. С маской пектиновой на самом деле точно так же, хоть она и очень деликатная, но вот первое время, например, держите её не 15 минут, а 5, например. То есть протестируйте, посмотрите, как ваша кожа отреагирует на новый продукт. Да, и если, кстати говоря, не хотите рисковать, например, проензимную маску и брать полный размер, то, к слову, о наших миниатюрах, на маркетплейсах у нас продаётся набор для косметологической процедуры в домашних условиях, и там есть как раз-таки пробники 5-миллилитровой энзимной маски, и маски акваудовольствия, поэтому маски это всё-таки достаточно крупная тара в нашем случае до 200 миллилитров, поэтому для того, чтобы не рисковать на старте, впервые знакомясь с продуктом, можно приобрести как раз-таки вот этот набор для косметологической процедуры в домашних условиях и протестировать и на аллергопробу, и на поведение своей кожи, на какие-то индивидуальные реакции обе эти маски. Да, да. Ну что, друзья, есть ли ещё вопросы? Потому что у нас время заканчивается. Что ж, если вопросов больше нет, то будем прощаться. Мы напоминаем вам про скидку жирная кожа 30, желаем прекрасных покупок и спасибо, что были с нами. Диана, спасибо. Спасибо, Ксения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok